Привет, дорогие друзья! Сегодня обсудим последний ролик Лёльки Быковой, который она выпустила вчера, и половинку стрима, который мы ещё не обсуждали. Ну, начнём со стрима. Вторую половину стрима Лёлька посвятила теме опять своих плохих мужей, которые ей не помогают, которые не платят алименты за дело первого мужа, который три тысячи присылает Лёше. Ну, а второй муж вообще не присылает. И они такие-растакие, Лёльке деньги нужны, а они не помогают. Почему вы все накинулись на Александра, что он обязан кормить моих детей, если их родные отцы кормить не хотят. Также она своих подписчиков призывала к тому, чтобы скидывались ей по рублю, и если они скинутся, то она закроет проект кухни. Если скинутся по 8 рублей, она закроет кредит по машине. Ну, а если ещё скинутся, то она поедет на юг отдыхать вместе со своими детьми. И это будет лучший подарок, чем вы тут мне предлагаете всякие советы, идеи, которые я слушать не хочу. У меня есть подруга Маша, с которой я всегда советуюсь, и она мне всегда помогает советами. Поэтому в ваших советах я не нуждаюсь. А если вы мне хотите помочь, то вот хотя бы присылайте все по рублю. И я тогда решу все свои проблемы на данный этап. Ну, а потом уже начну следующие. Рассказала, что после того, как она потеряла ребёнка, она, у неё очень много знакомых матушек, батюшек, в общем-то, православных людей верующих, и она всегда с ними общается. И она написала одной матушке, что «Матушка, молитесь за меня». Ну, матушка ответила, это Бог тебя наказал за то, что ты собираешь с людей донаты. Она, конечно, оскорбилась и сказала, что вся церковь, все церковные люди живут на донаты. И им, мол, не по статусу, так сказать, меня упрекать в том, что я живу на донаты. Ну, я думаю, что нормальный человек в первую очередь, наверное, позвонит своей матери и расскажет о своих проблемах. Ну, и своей матери попросит, и свою мать попросит, чтобы она за дочку помолилась. Ну, нет, Лёлька будет звонить всем матушкам и батюшкам, а потом оскорблять их за то, что они вот так Лёльке ответили. Очень понравился Лёльке комментарий, который написала одна из подписчиц, но Лёлька что-то читает, комментарии, которые в чате не выходят. Где-то у ней там есть заветная книжечка, где, видимо, ей эти комментарии пишут по отдельности. И вот, значит, одна из комментаторов написала, что все те, кто пишут Лёльке про донаты, что вам не стыдно их собирать, глупые люди и Ютюб платит зарплату блогерам в виде донатов. На что Лёлька показала палец большой и была очень рада таким комментариям. Вот что хочет Лёлька донести до своих подписчиков, до своих хомяков, чтобы они не сильно призывали Лёльке к совести, потому что Ютюб платит донатами, и вы обязаны, потому как Лёлька снимает ролики и выходят на стрим, кидать ей донаты, и это вполне нормально. Ну, это для тех, кто, конечно, в Ютюбе ничего не понимает, ну и верят Лёльке на слово. Поэтому много раз Лёлька своих хомяков призывала не ходить на чужие каналы. А почему? Потому что там люди не согласны с её точкой зрения, высказывают своё мнение, а вдруг они, посмотрев другого блогера, ну, начнут разбираться в ситуации и не так будут слепо верить Лёльке, а будут анализировать. Поэтому она и призывает, чтобы никто никуда не ходил, все сидели на Лёлькином канале и слушали только её. Когда люди начинают, вот кто-то спросил опять про Сашу, где он работает, какая у него работа, сколько он получает зарплату, Лёлька в таким недовольном видом сказала, что да, я сто раз говорила, где Саша работает, да, он работает, сколько он получает, надо смотреть все мои видео и все мои стримы, и вы тогда будете всё знать, а не по сто раз спрашивать. Вот так вот. Вот съели хомяки. Дальше она в пример к тому, что вот если вы будете мне помогать, то и вам кто-то поможет, рассказала про такой пример, что у них, значит, один из фермеров дал очень много денег, около миллиона или, может, миллион, на купол, на церковь. И поставили главный купол, ну, там, с добавлением золота. И вот если мы все будем друг другу помогать, то мы достигнем большого. Я вот, например, сидела и думала, может быть, Лёлька бы сказала, что, а я тоже дам на купол деньги, на другой, ну, хотя бы поменьше, или на два купола маленьких. Нет, она сказала, что она тоже помогает просящим, но она никогда не афиширует. Лёля, очень кто-то сомневается, что ты, если помогла, то можешь не афишировать. Ты даже, наверное, кусок хлеба, если подашь собаке какой-нибудь, ты то три ролика заподряд снимешь про этот эпизод. Ну, и перейдем, значит, ко второму ролику, ко второй части ролик, опять с каким-то дурацким глупым названием. Новый осеменитель лучше, значит, старого, помоложе и получше. На превьюшке Лёлька с Сашком. А дело заключается в том, что им привезли взамен их бочка, маленького телёнка, ну, которого они будут выращивать и покрывать своих коров. Вот и вся интрига. Ну, а у нас Лёлька, она не может без интриги, она везде, даже на ровном месте создаёт интригу. И, значит, маленького бычка привезли, этого бычка забрали. Ну, и Лёлька заодно показала своё хозяйство в очередной раз, рассказала о том, что теперь они будут расширять хозяйство и примерно где-то до ста голов, ну, потому что им надо зарабатывать деньги. Саша, конечно, удивился, и она такой провокационный вопрос, Саша, значит, сказала, что если ты сейчас скажешь, что ты не готов вот такую нагрузку брать, то я, мол, пойму и уходи, мол, сразу. Ну, Саша так, как настоящий дипломат, спустил всё на тормозах и ничего такого толкового ей не ответил. Все восторгались, как гуляют её коровки, потому что в загоне гуляли и коровки, и лошади. Она на быстрой... И лошадь. Она на быстрой съёмке показала, как она гоняла лошадь, а лошадь, когда бегала, гоняла коров. И я вот на это всё смотрела с содроганием. Коровы от такой беготни, тем более, что они стельные, что они должны скоро телиться, запросто могут или выкинуть телят, или, ну, что-то с телятами произойдёт. И, допустим, отёлы будут очень тяжёлые. Ну, нет, Лёлька несколько раз эту лошадь промахнула, чтобы она бегала и гоняла этих коров. Вы все представляете, что такое ноги у коровы и что такое ноги у лошади. Тем более, что лошадь, как говорится, пустая, а эти коровы стельные. Я вообще, конечно, спокойно эту всю сцену смотреть не могла. Так могут только поступать городские или блогеры, чтобы их смотрели. Нормальные деревенские люди пасут отдельно коров, пасут отдельно лошадей. И вместе, если только они как-то лошади попадают к коровам, то это, ну, что-то страшное происходит. Ну, а здесь всё нормально. У Лёльки всё построено на том, чтобы показывать своё хозяйство городским. Ну, и они, чтобы приходили больше на канал и тем самым донатить Лёльке. Ну, и всё, что я вам сегодня хотела рассказать. До свидания. Всего вам доброго. С вами была Ольга и канал Домик у озера Молдина. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok